Рекламно-информационная программа. Группный план. На часах начала второго. Добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Еще одного Владимира представляю в нашей студии с подовольствием. Владимир Маматов, пресс-секретарь завода Вятич. Владимир, добрый день. Да, Володь, приветствую. Радиослушатели тоже здравствуйте. Третьи, да, по вторникам именно в это время. Кстати, поздравляю тебя с одним из самых древних, еще дохристианских наших праздников. Иван Купал сегодня. Пойдем через костер прыгать? Ну, пойдем сегодня. Что подпалить-то решили? На площади здесь... Ты знаешь, в последнее время такое желание что-нибудь спалить, действительно. Вот я угадал. В статьях за экстремизм никто не отменял. Нет, ну, может, я на своем участке, может, что-нибудь собираюсь спалить. А, ну, это вот Иван Купала, а, то есть ты мазохист, получается. Да, может, какой-то старый сарай какой-нибудь, который мозолит глаза, и пора от него избавиться. И сегодня отличный повод. Как говорят психоаналитики, вы хотите об этом поговорить? А, да. Я понял. Ну, это праздник-то летний, и лето действительно в самом разгаре, очень жаркая погода. Я думал, ты скажешь про Конституцию, про голосование. Все, спасибо. А почему? Слов нет, как говорится, одни. Почему? Наш народ сделал еще один прекрасный шаг к свободе. Не, ну, если ты хочешь, мы можем, конечно, сейчас это обсудить. Нет, я тоже не хочу. Хотя уже что, уже обсуждать? Просто эта дата, 2036 год, она как-то, знаешь, как пугает и в дрожь бросает. Владимир Владимировичу сколько будет? Подожди. Восемьдесят четыре. Восемьдесят четыре раза, да? Он с 52-го. А, да, он 52-го. С 52-го года, да, я помню. Прекрасно совершенно будет ему, 84-го года. Медицина огромные успехи делает. У нас генсеки доживали в основном до 70 с небольшим. Он переплюнул уже всех. Разве? Да. Я недавно читал, сравнивал в Википедии, читал, кто сколько там пробыл на посту генерального секретаря. Нет, Сталина он не переплюнул. А, ну, да. Конечно. Сталин он пока. Сталин особнячком. Я после сталинский период беру. Безусловно. Да, да. Ну, ладно, лето в самом разгаре, отличная погода стоит. Кстати, сейчас, ну, не знаю, можно об этом говорить, наверное, да, уже? Я сейчас по улице Московской проходил. Я имею в виду здание на Московской 33. Да, открылилась, открылась. Можешь сообщить, да? Совершенно замечательно. Как он называется? Пить и жарить. Пить и жарить. Да. Пить и жарить. Ну, так, вызывает улыбку и такие приятные эмоции, да. Ты знаешь, неплохое заведение. Я в нем был дважды. Ну, там, как всегда, я был там на третий день открытия. Мне понравилось. Откровенно, совершенно мне понравилось. Цены, в принципе, демократические. То есть, я не скажу, что там заряжено зверски совершенно все. То есть, такие приемлемые. Для кафе приемлемые абсолютно. И, естественно, говорили много на тему открытия, на тему благоустройства. И вот буквально, ну, часа два назад разговор шел о том, что, ребята, давайте мы хотя бы превратим во что-то московское. Ну, облагородим ее. Сделали там тротуар, фасад, вот это все у своего здания как бы, да. Ну, почему остальные-то не могут собраться, это сделано, да. То есть, ну, благоустройство вятки, это вообще настолько болезненный вопрос. О, да. Нет, понимаешь, мы платим вятич, я имею в виду, а не мы, вятич. Ну, мы понимаем. Да, платят 850 миллионов налогов. Вот, ну, хорошо, давайте мы из этих 850, мы же платим области целиком, да. Вот из этих 850, 10 процентов, давайте мы вот честно совершенно потратим на благоустройство московское. Ни копеечки там мы не отдадим своим, никаким строителям. Мы выжмем из подрядчика все, что угодно. Мы просто вылежим, вычистим, превратим это в нормальный кусок. Это сделаем быстро и качественно. Давайте сделаем. Никто этого, конечно, делать не будет. А чиновник из администрации с каменным лицом, заученной фразой или по бумажке, читая, обязанность восстанавливать историческое здание, возложено на собственнику помещения. Да. Конечно, вот вы, конечно. Ты владеешь, ты ремонтируешь. Просто, ну, нет, это болезненная тема. Почему? Потому что ты, проезжая просто по городу, допустим, вокруг правительства, которое у тебя за спиной там здание, вот ты объезжаешь, просто делаешь кружок вокруг правительства и видишь обупленные фасады, входные, покосанные входные группы, грязь, разруху, развал. И когда Игорь Владимирович Васильев говорил про наведение млентарного порядка, у меня всегда возникал один вопрос. А можно сначала у своего туалета как-то почище сделать? Вот у тебя стоит... Я бы даже сказал сортира. Да. Вот у тебя стоит этот серый дом, родной, перед тем, как наводить нормальный этот новый... Элементарный порядок. Да, перед тем, как его наводить. Приберись у себя на грядке, во дворе. Вот вокруг того места, где ты живешь, сделай нормально. И там дальше поговорим о космосе, там о кораблях бороздящих, просторы Большого театра. Вот это вот все. У меня еще один фильм, известный из той, во-первых, вспоминается. Нью-Йорк, город контрастов. Да. Кирафон, город такой, да. А он небо в Нью-Йорке. Контрастов. Небо в Нью-Йорке. А где он был? В Стамбуле. Ну да. Ну да, в Стамбул, город контрастов. В Турции было, да. Да, безусловно. Ладно, сегодня будут иметь возможность наши слушатели нам дозвониться, да. Да, напомню телефон, конечно. Да, после середины часа мы это будем делать, 211-101, номер нашего прямого эфира, любые вопросы Владимиру Маматову, касающиеся производства, реализации, точек продажи, почему в одних местах есть, почему нету. Ну, это такая наша больная тема. В общем, после 13.30 вы можете с нами поговорить в прямом эфире. В прошлой передаче мы такую серию программ, да, начали посвящение в нюансы производства безалкогольного напитка. Очень много про солод говорили в прошлом году, в прошлой передаче в том числе. Мы начали, по большому счету, ликбез. То есть, к чему этот ликбез в конце концов приведет? Ну, я предполагаю, что в итоге у нас окажется какой-то набор фактов, которые мы проговорили, которые мы понимаем. И это, у меня есть мечта, ну, отвлекусь, у меня мечта очень простая, это чтобы, когда в школах ведут уроки по истории родного края, ну, в моем время такое было, не знаю, как сейчас есть, но их можно возобновить. Проявление это вызывалось. Да, человек получает в руку какую-то памятку о вятиче. Вот факты, основные факты, которые надо знать о производстве. Их немного, на самом деле. То есть, вот из всего того массива, который мы сейчас обсуждаем, я уверен, что можно будет выделить те вещи, которые человек, во-первых, легко запоминает, они понятны. И самое главное, они отличают продукцию в вятиче от всего остального. Вот эти вещи надо проговаривать, надо знать. Естественно, мы не можем их, вот сейчас взять, просто прочитать книжку про производство, да, как я сейчас делаю, или там переговорить с технологами и сразу решить, что из этого гарантировано, что нет. То есть, это вот мы, обсуждая с тобой, собственно, выясняем, что цепляет людей. Ну, тебя, меня в разговоре. И по реакции слушателей потом известно, потому что, допустим, вчера с утра мне звонили, ну, несколько человек звонило, да. Я не знаю, почему вчера какой-то, как это, звездопад звонков, да, как это называется это, одним словом. Вот, звонков на тему того, что, вот, хвалили, кстати, летние 31 безалкогольное, разумеется, да, потому что пошло, 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 замечательный продукт. Это ладно. И разговор шел как раз, кто-то спрашивал про дрожжи, кто-то спрашивал, а вот этот сорт отличается от этого, чем. Наконец, у людей появляется понимание того, чем А отличается от Б. Потому что основной враг вятища, вот, в информационном плане, да, это категорическая безграмотность населения. Вот все остальное, это ерунда. А то, что люди не знают, что они пьют, не знают, как это делается, не знают, почему это стоит. Вот так, а это вот так. Это самое плохое есть. То есть люди не разбираются в продукте. И это надо медленно, верно, постоянно, непрерывно преодолевать. Вот так. Незнание, прикрытое, знаешь, я бы сказал, таким отношением, да, это все ведь одно и то же. Вот это страшная вещь. Они же все из-за того и того же делаются. Ужас. Ты знаешь, я с этим столкнулся, это я прекрасную компанию привел в пивной дворик как раз, на Спасской 41. Ну и походит в живяческое заведение. Вот. Совершенно замечательно. И заказывают один из сортов, безалкогольный, конечно. Вот. И выясняют, что последнее, а хочется две-три, да. Говорят, ну возьмите вот соседний сорт, такой-то. Ко мне поворачивается человек, который, я считаю, ну, в принципе, достаточно начитанным, образованным. И говорит, Володь, а что, так что, из одной бочки наливают? Я, как бы, уже немного поднатарев, чуть-чуть совсем поднатарев. Ты, видимо, чуть перчатку не бросил. Сударь, объяснитесь. Это глупость. Потому что если бы мы находились на одной уровне компетенции, да, то есть это понятно, да, то есть если бы мы были оба в теме, но это бесполезно выговаривать что-то человеку, который не понимает элементарного, да, без потратить время. Вот нет, сама технология производства, она характеризуется, вот как раз сегодня шел разговор о брожении, да, и обсуждая эту тему, говорю, ну там примерно 7 градусов, да. Меня тут же поправили на тему того, там не 7, там 6, потому что ты даже изменив температуру на полградуса, ты имеешь другое поведение дрожжей, оказывается. Вот еще раз зациклю это внимание, мы говорим о температуре всей этой субстанции. Конечно. Нет, видишь, там есть потрясающая вещь какая. Во-первых, я никогда... Как это же холод. Да. Я никогда не знал, никогда не знал, до того, как я посмотрел на заводе и поговорил с людьми, никогда не знал, что бродит, оказывается, при 6 градусах. То есть в холоде стоит вот эти 9-10 дней, да, 9, по-моему, все-таки, вот, хотя с даты я тоже могу ошибаться. Цифры не все точно помню, но с холодом я запомню прекрасно. Вот эти 12 тонн, ну там, на самом деле, не 12, там серия, да, но вот эти 12 тонн, они стоят при 6 градусах. И там потом температура снижается, ну, для того, чтобы дрожжи опали, да, то есть они замерли, как бы замерзшие в состоянии, опускаются на дно. Но это уже в конце процесса. Но брожение, само псевброжение происходит при холодрыге вот этой, при постоянной 6 градусах. Ну, около ноля, в общем, как мы принято говорить у нас. Вот сейчас меня поправили, 120 тонн мне пишут. 120 тонн. 120 тонн, конечно. Ну, вот такая, да. Это маленькая емкость такая, да, 120 тонн. Так вот, самая фишка в том, что, представь себе, сейчас на улице 30, да, а танк, вот этот стоит 120 тонн, он обязан стоять постоянно при 6-9 дней подряд. Теперь представь себе количество энергии, которое тратится на то, чтобы просто его охлаждать. На охлаждение, да. Да. То есть я видел эти холодильные установки, они стоят, как Мерседесы, Феррари, там, Бентли, вот эти все, да, и она не одна там, добавки. И фишка в том, что, когда ты держишь вот эти 6 градусов, 9 дней ты держишь 6 градусов, и получаешь нормальный продукт. То есть у тебя нет сивухи. Ну, это связано с свободным аминным азотом, но это такое длинное... В общем, побочных сопутствующих не очень хороших веществ. Да, да. Благодаря тому, что ты не перегреваешь. Потому что, вот как делают наши лепшие кореши, ненавидимые нами транснационалы, да? Они делают очень просто. Они берут, подбрасывают температуру до 16, скорость брожения... Ускоряют процесс. Естественно, мгновенно увеличивается, все замечательно. Дрожжи выбраживаются. Естественно, количество сивухи там остается, если на порядок, больше. Время сокращается, скорость увеличивается, выход увеличивается, энергоресурсов меньше. Результат у тебя получается то, что у тебя получается. Потом это все резко фильтруется, там ничего не дрожжей. Ну, сейчас поговорим. Там ни дрожжей, ничего нет. И это потом аккуратненько разливается под видом того, что это якобы вот это все. Подожди, мы еще говорили о том, что еще разбавляется просто водичка. Ну, так нет, они в том-то дело, они сбраживают. Соотношение 50 на 50 это все? Конечно, они сбраживают, а потом разбавляют, вот и все. Ну, ферменты... Ну, сейчас поговорим еще про созревание, наверное, все-таки, если успеем. Так вот, в брожении одна из основных вещей. Вот это холодное брожение навятища, да? В буквальном смысле холодное. Ну, смотри, вот было сусло. Сусло — это, грубо говоря, подготовленное к брожению. То есть охмеленное, там ячмень растертый, солод, точнее, прошу прощения, перетертый. У тебя получились сахара, которые будут сбраживаться. То есть вот это крахмалистые соединения, на самом деле, да? То есть это питательная смесь для дрожжей. Да, для дрожжей, все абсолютно верно. То есть ты подготовил для дрожжей. Когда ты варишь, у тебя нагрелось до 98, ты это прокачал, ну, штука называется вирпул, не надо запоминать это всем, это фильтрационная такая штука, интересно еще. И вот через вирпул осаждается. Потом это охлаждается до 6 градусов. Очень быстро вот эти. Написали, что 20 тонн охладить. Это опять энергия. И вот у тебя держится в холодном брожении вот это вот все. И фишка в чем? Ты получаешь качественный настоящий продукт. У тебя минимум примесей. У тебя настоящий выдержанный лагер. Вот то, что мы имеем сейчас летнее безалкогольное, зеленый безалкогольное. Ребята, дрожжи. О дрожжах мы как-нибудь потом поговорим. Там фишка в чем? Хотели сегодня, но, видимо, не очень успеем. Нет, мы не успеем. Там куча вещей. Ну смотри, вот с холодным брожением, надо запомнить, очень важно, это то, что мы делаем в отличие от огромного количества других. Мы делаем еще 2-3 вещи, которых нет у других. Значит, с холодным брожением еще один момент. Дрожжи сначала аэрируются, да? То есть насчищаются воздухом. Но я тоже этого никогда не знаю. Вот не знал так, как то, что вятий чистит воду серебром. Ну там прогоняются серебряные фильтры. А воздух прогоняются через мембраны, которые его чистят вплоть до молекулярного, то есть бактериальные отслеживаются. То есть идеальной чистоты, вот идеальной чистоты, там серия СВ-фильтров, нам надо показывать это все, да? Прогоняется воздух и как раз дрожжи аэрируются. Ну, как их разводят, это отдельная песня. То, что их на самом деле, на самом деле, вот эта чистая правда, еще год назад, когда мы, по-моему, в день гадни пивовара нашествия было, да, мы несли плакаты с надписью, что дрожжи из Мюнхена. Это ни разу не фейк. Это ни разу не фуфло. Это чистая правда. Это чистая правда. То есть пробирка, пробирка, вот, значит, вот надо почувствовать этот детальный прикол, да? Да, пробирка с дрожжами, пробирка с дрожжами летит в Киров из Мюнхена. Ее хватает на 4 генерации дрожжей, то есть на 4 варки. То есть там один раз прогнали дрожжи, потом они замерли. Подожди, так мало нужно? Ты не представляешь, там 6 или 7 вариантов их разведения. То есть берется, заносится в СУСВО, СУСВО разводится, дрожжи размножаются, их переливают снова. Другая емкость, потом такого бы 20 литров. Боже мой. И так, и так, и так, пока они, наконец, не вводятся, собственно, в бродильную. Ну, представляешь, вот количество процедур. Я знаю, как выглядят там те же хлебопекарные дрожжи, либо это прессованная вещь, либо порошковая. Нет, про дрожжи поговорим подробнее, я говорю, в следующий раз, потому что там объемная тема. Но разница между дрожжами и хлебопекарными, квасными или пивными, она очень сильная. И на Вятище ты посмотришь, там квасной цех, ну, вятский квас, и пивной разнесены примерно на 300 метров. Сделано это для того, чтобы в воздух попадающие дрожжи ни в коем случае не оказывались. Почему? Не то, чтобы соприкасаться с стенами, даже чтобы воздух не соприкасался. Ты понимаешь, культура дрожжей, вот этих пивных, она настолько слаба, что она и хлебными, и квасными подавляется. То есть не дай бог ты занесешь. И в условии стерильности, которые ты первый раз приходишь навязчиво, там все в этих бахилах, в этих халатах, чепчиках, все, ну, вот, невыносимо совершенно. То есть меня всегда бесили эти санитарные нормы, как сейчас бесит с коронавирусом. Вот сейчас я понимаю, почему они введены на Вятище. То есть не приведи, Господи, хоть чего-нибудь попадет. То есть там, оказывается, пробы этого экстракта, которые делаются при брожении, берутся с каждой варки, которую заливают, с каждой дрожжей. В авиатории проверяется соотношение дрожжей с сахаром. Там ступенчатое. Но вот холодное брожение — это зерно, да, такое вот ядро того, что... Это интересно, потому что ТНКшники это вне делают. И это единственный нормальный традиционный способ получать хороший вариант, да. Все остальное — это уже ускорители, экспресс-пиво современные и так далее. Вот. И все-таки следующий момент, который мне очень чрезвычайно нравится, — это пена. Так. Ты знаешь, я вот совершенно был удивлен тому, что... Я все время грешил на то, что... Ну, слишком... Вот помнишь советское? Старое советское... Ну, ты должен его застать. Ну, жигулевское то же самое приходит на ум. Да, старое советское пиво, да. Вот те бутылки, как оно выглядит, помню, да. Но самое главное — там пены-то немного было вроде, да? Ну, как-то поменьше. Это просто наслаивается на то, что я уже читал об этом, и поэтому у меня нет объективного восприятия. Ну, вот смотри, я все время думал, что углекислота добавляется, да? Ну, карбонизируется. Карбонизация — это насыщение углекислым газом. Да, ну, формирование пены, фактически. Дело в том, что когда у тебя пиво безалкогольное, разумеется, уже дображивается, вот, точнее, бродит, вот в самом начале, в начальном этапе тебе нужен кислород для того, чтобы дрожжи размножились. Они должны вот этот экстракт, вот это сусло, переработать, перебродить как можно быстрее. Их должно быть много, вот биомассу должны набрать. Но как только они биомассу набрали, ты должен включить процесс, когда они выделяют уже углекислоту, то есть сбраживают сахара. И для этого ты должен прекратить снабжать их кислородом. И там должно как раз быть СО2. Так оказывается, когда уже идет созревание, то есть дображивание, это 21 день. Представляешь, в соседнем танке вот ты бродишь, грубо говоря, 9 дней, да? То есть холодное брожение было 9 дней. Да, холодное брожение. После холодного у тебя охлаждается до нуля и уходит на дображивание. И там еще 21 день. Так вот этот 21 день, там вот вся углекислота, остатки дрожжей, там их очень мало, но они есть, они продолжают брожение очень медленно, очень созревание идет продукта. Так вот, та углекислота, которая там вырабатывается, она и остается и в летнем, и в зеленом, безалкогольном, конечно, да? То есть там оказывается, естественно, ни разу, ни разу, никакой карбонизации дополнительной там нет. Искусственного нет. Ничего там нет. Недрения углекислоты. То есть абсолютно идеальный вариант, просто идеальный. Опять же, наши лепшие курьи шатенкашники, они этого не делают. То есть они отфильтровывают кедрение и фене все дрожжи, фигачат туда стабилизаторы, ну там они называются какими-то сложными там наукообразными словами, стабилизаторы, консерванты, бах-бах-бах, и разливают тебе вот это вот все. То есть вот это, понимаешь, это несколько ключевых отличий. То есть и холодное брожение, которое у них нету, то есть то, что позволяет сохранить продукт, и дображивание, которое сохраняет естественную карбонизацию. Вот это в черне, вот этот кусок процесса, да? То есть мне кажется, это очень полезно знать, что когда ты берешь банку привозного чего-то там, да? Нет, есть хорошие сорта. Вот так огульно не надо ни в коем случае, да? Ну мы говорим в общем и целом, а в общем и целом картина не очень, конечно. Ну она, мягко говоря, не очень, да. То есть основное массовое такое дешевское вот это, да, дешманское. Вот то, что продается по акциям в основном в магазинах, то, что, ну, грубо говоря, поют народ по сути, да. Это, ребят, там количество сивухи, диацетива, всего остального. Но как-то лет 5-7 назад, я знаю эту историю, брали в Атуре Вяч, брали на анализ одну очень известную марку, да. Там была рекламная компания, с ней ее продвигали, я не буду называть какую. Вот. И к глобальному удивлению оказалось, что параметры там вот этих как раз сивушных масел, они зашкаливали. То есть это больше ПДД на несколько раз, несколько порядков. То есть понятно, что там обнаруживается, это корректируется, они добавляют там фильтры, еще чего-то, еще чего-то. Но суть одна, то есть у тебя при горячем брожении остается слишком много для того, чтобы это удалить. А закон позволяет, то есть в пределах. Ну, после 3-4 литров этого безогольного, разумеется, и этого привозного, посмотрим, что у тебя будет с головой. Почему-то все это отражается на организме в дальнейшем. Вот, понимаешь, чистота продуктов, чистота продуктов, это ключ ко всему, то есть качество и чистота. Я был тоже очень удивлен, выслушав на днях тот технолога, который у нас с Москвы работает. Прошу прощения, минуту до рекламы. Да, и он совершенно жестко и четко сказал, что вот есть недочеты в работе ВЯЧ, есть вот эти огрехи, эти огрехи, имеется в виду сбыт, там еще что-то, еще что-то, еще что-то, управленческие вещи. Но сам завод и технология, они выстроены лучше, чем в Москве. То есть это первоклассное производство. И это говорит человек абсолютно, он не имеет вот этого характера, там ангажированности, там еще что-то, еще что-то. Он просто вот говорит то, что думает. Это приятная черта. Вот он считает так, я ему верю. То есть производство на ВЯЧ достойно уважения всяческого. Прерываемся на небольшую рекламную паузу. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании ВЯЧ, вернемся через полтора минуты. Продолжаем мы наш разговор, к которому вы можете подключиться. Наши слушатели 211-101, номер нашего прямого эфира. Пожалуйста, Владимир Маматов, пресс-секретарь компании ВЯЧ, готов ответить на ваши вопросы, проконсультировать. В меру его сил, возможностей знаний. Совершенно правильно. Потому что я до сих пор не дорос до точного абсолютно понимания разницы между сортами. В процессе. В процессе. Откровенно говоря, в процессе. Потому что, не понимаешь, обижать все производство, просмотреть все эти установки, переговорить с технологом, прочитать этого кунуса и более-менее понять, что происходит, ну, это отрасль, это производство. Ничего не сделаешь. А можно я отвлекусь буквально на минутку, да, вот, как на твой взгляд, как человека опытного, да, и в безалкогольном понимающем, в безалкогольном понимающем, на твой взгляд, любитель пенного, он вот в чем обязан, на твой взгляд, разбираться? В натуральности. В том числе и по части сортов. В натуральности, в первую очередь, в первую основную очередь, в натуральности. То есть человек может там, ну, хотя он, конечно, должен отличать один сорт от другого примерно, да, то есть понимать, что нравится ему, что ему не нравится. И для этого вот всем рекомендую пробовать, пробовать, пробовать и пробовать, потому что у вас, причем пробовать то, что надо пробовать, а не вот это все неизвестное, потому что люди называют вот это вот таким-то, да, но это не такое. Это не то, что называется. На этикетке написано совершенно ерунда собачья. Это уже, это именно вот, ну, мы говорили, помнишь, чтобы ввели маркировку, наконец, на пиво, да? Ну, производители поддерживают, да? Ну, это надо, это надо делать, потому что сейчас, слава тебе, Господи, начали писать там пивной напиток, да? Ну, то есть, да, забабахано несоваженное сырье куча, там, ну, я вот, пиво толстяк, безмакогольный, разумеется, где у тебя экстракт акации, ну, я не знаю, но я не хочу пить, что экстракт акации. Употребишь и зацветешь. Зацветешь, да, во сне там проклюнется что-то у тебя, наверное, в мозгу, в первую очередь, конечно. Понимаешь, вот, так, понимаешь, вот на этом всем там начали писать пивной напиток, да, слава тебе, Господи. Но этого недостаточно, потому что, ну, вот ты, люди, к сожалению или к счастью, я не знаю, как это обозвать, но мелкий шрифт на этикетке, его трудно прочитать. Вот, кстати, я все-таки буду настаивать, чтобы этикетку новячь, ее реформировали, то есть ввели туда и воду, которая чистится серебром, и сорта хмеля, который мы используем. Ну, это полезное, что, когда у нас слушатели звонки были, они просили, чтобы, да. Не, я, например, вообще не беру продукт, на котором мало того, что еще мелким шрифтом, так еще и фон светлый. То есть это вдвойне сложно прочесть. Так вот, люди не считают там, потому что, когда я вижу на этикетке надпись рис, я понимаю, что это в Южной Америке, в Южной Африке, и сорга варят, да. Вот я не хочу быть, как в Южной Африке, понимаешь, вот не хочу я их ничего, а рис оттуда, ну, Китай, ну, Китай, наверное, варит то же самое, рис у них много. Раз, рис много, да. Давай примем звонок, 211-101, добрый день, вы в прямом эфире, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Андрей. Да, мы слушаем вас, Андрей. Да, приветствую. Да, да, слышно, здравствуйте. К Владимиру такой вопросик, вот я сам не из Кирова, приехал в регион в этот, и вот попробовал пиво местное, зеленое и летнее, мне очень понравилось. Написано на бутылке, что живое пиво. Вот, насколько я понимаю, там прям дрожжи в этом пиве, да, или, ну, как, за счет чего название такое живое? Ну, и реально ли там дрожжи, правда? Ну, нет. Итак, Андрей, слушайте внимательно. Я все расскажу. И сейчас я расскажу самые важные вещи. Значит, мы про дображивание не договорили, мы на следующей передаче все эти вопросы с дрожжами и с процессом поднимем еще раз, потому что там есть еще моменты. Но при дображивании как раз вот эти дрожжи и остаются, они никуда не фильтруются, они там есть. И что зеленое, что летнее, оно с ними и идет в продажу. То есть имеется в виду что? Что в отличие, вот это тоже, спасибо, что этот вопрос задали, потому что я так подзабыл, между прочим, а хотел сказать об этом. Так вот, когда делают это транснациональные компании, они эти дрожжи, кедрени, фени убирают из дображивания. Там именно стабилизаторы, там ускорение, там нет никаких, там чужого не остается натурального. А поэтому, естественно, процесс быстрее, мы говорили уже о том в самом начале, что ресурсы, которые у тебя тратятся банально совершенно на то, чтобы охладить эту массу практически до нуля, они огромны. То есть это деньги, 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 время и деньги. Так вот, для того, чтобы эти деньги и время не тратить, ребята транснационалы, они оттуда дрожжи выкидывают, стабилизаторы, все вперед из песни. У нас это остается, остается во всех сортах. То есть в любом случае, когда вы берете вячечки, ну, летняя и зеленая, они... Безалкогольная вставлена в всякий случай. Мы обязаны говорить безалкогольная. Это, разумеется, крайний вариант, то есть там дрожжи сохранены на максимуме, то есть они вообще не отлетрованы там, да? То есть это натуральные дрожжи, вы по вкусу их чувствуете. И самое главное, дрожжи при дображе, они придают этот аромат дрожжевой пиву, настоящий. То есть который ни с чем не спутать. Что они там есть. Да. И вот я почему... Я сейчас спою соловьем. Я почему так люблю вот этот проект зеленого, да? 31 безалкогольного и летнего 31 безалкогольного. Потому что они категорически отличаются почти от всего, что есть на рынке. То есть они дают настоящий аромат, настоящий вкус вот того, что люди подзабыли, как оно должно быть. Потому что сорта, где есть фильтрация, легкие, да, лагер в первую очередь, они бывают... У нас-то качественные лагеры. Но лагер похож, где даже ты берешь вот среднего качества и наш, который выше по качеству на самом деле. Ну, они сравнимы еще более-менее как-то. Когда ты берешь зеленое или летнее, ты понимаешь, что вот это и вот это. Все. Ты сразу можешь понять. Это как раз благодаря Дажан. Так что вы абсолютно правы. Да, дрожжи там есть. Они там натуральные, естественные, сохраняющиеся в процессе. Вот посему они и живые, Андрей. Спасибо, спасибо за информацию. Да не за что. Вам спасибо за звонок. Спасибо. 211-101. Есть еще несколько минут, чтобы вы тоже нам могли дозвониться. Слушай, Володь, у меня вопрос. Родился срок годности, да? Короткий срок годности. А что дальше-то с пивом? Можно его потреблять? Нельзя. Вот. Поясни. Нельзя. Как человек ответственный за производство. Володь, если тебе написали 31 день, то есть вероятность. Есть вероятность. Вот математическое понятие вероятности. Есть вероятность, что он начнет портиться. То есть срок хранения не может превышать. На самом деле, конечно, может быть люфт, да? Ну, мы же знаем, там, по другим производствам, например, молочка тоже, да? У них там вроде заложено сколько-то еще. Вот они пишут одно. Может быть. Прибавляй день-два еще. Ну, день-два еще теоретически возможно. Но я бы очень не советовал никому рисковать. Просто никому. То есть есть, и мне, почему еще мне фантастически нравится зеленый отрицательный? Фантастически. Потому что никогда ты не увидишь на полке больше месяца. А это срок, при котором гарантированно ты получишь свежее. Ну, это уже в магазине должно непосредственно следить, что по истечении даты... Нет, магазин первый забьет тревогу. По истечении этой даты не должно это находиться на полке. Эти просроки не нужны категорически. Понятно. То есть, да, натуральные дрожжи. Да, 31 день. По-моему, неплохо. Ну, это просто нужно принять, как само собой разумеющее. Понимаешь, надо людям постоянно... Вот аудитории бы нам побольше, нам бы размокнуться как следует. То есть, там не ехом, не ехом Москве. А из каждой радиоточки, как голос Левитана в Советском Союзе. Так вот, надо людям постоянно объяснять, что есть огромная разница. В Германии никому в голову не придет пить пиво, безалкогольное, разумеется, другого немца не пьют, произведенное не здесь. Это абсурд. Потому что свежим может быть только то, что сделано здесь. Они это знают. У нас этого нет. Мы до сих пор гонимся за этикетками, за какими-то мифами, еще чем-то, еще чем-то, еще чем-то. То есть, ну, этот ликбез мы будем продолжать. Конечно. Три минуты у нас до конца сегодняшней встречи. Еще один звонок. Давай его примем. Добрый день. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Мне 55 лет. И я хотела бы задать вопрос про Вятич Крепкая. И потому что мы с мужем уже как бы давным-давно девятку Балтику. До этого была девятка медовая, ой, Балтика медовая, крепкое пиво. В общем, все вот у нас интересно, но только на крепкое пиво. Расскажите, что вы думаете? Можно ли девятку? До сих пор она очень изменилась. Слушайте, я не специалист в девятке. Я знаю только... Ну, по Балтике. Нет. Я знаю по Балтике только одну вещь. Во-первых, это минимум солода, максимум мальтозной патоки. То есть сырье само по себе, да? Это было изначально так. И второе, кстати, очень многие ругают Балтику-девятку за то, что там алкоголь. Пока не заморозишься. Кстати, мы не имеем права говорить про алкогольную пиво. Мы, к сожалению, да, я все хочу в клинику. А про Вятич Крепкая. Если, конечно, это будет уместно, и не смешно это будет очень звучать, я все-таки скажу, что безалкогольная Вятич Крепкая. Безалкогольная Вятич Крепкая, да. Мы уже, как бы, взрослые люди, как бы, привыкли к... Да, мы все взрослые люди, просто есть определенные органы, которые... Смотрите, то есть единственное, что я могу сказать по поводу всех сортов Вятич, они делаются из натурального сырья. Раз. И второе, они делаются по немецкой технологии. Все. То есть огрехи, которые могут... Я уверен, что один раз на миллион существуют огрехи. То есть где-то подкисает пиво, я знаю эту историю от продажников, когда выяснилось, что благодаря фантастическим условиям хранения партия скисла. Вот была такая история, там, пару лет назад, да, да. Это я знаю. Неправильно хранили? Ну, в тепле держали, у батареи, там шиза полная. Вот, нет, ну, в таких случаях там единицы на пальцах. В основном все нормально, но, но, самое главное, что надо понять, это качественно, и оно сделано по немецкой технологии. То есть 28 дней, ну, 30 практически, да. Можем обозначить, спасибо вам. Да, это фактически, понимаете, в чем дело. Вот мы обсуждали вчера вариант, давайте мы привезем сюда немецкого технолога, который честно заявит. Ну, другой вопрос, то, что услышат ли его кировчане. Да, он скажет о том... Почему нет? По телевидению. Ну, все может быть. Все может быть, посмотрим. Почему нет? Надо, надо. Нет, мы думаем над этим вопросом. Вы не поверите, что мой муж гоняется по магазинам, чтобы эту девятку купить? Девятку? Ну, не знаю. Моя вишновая девятка. В чем дело, когда она появилась, тогда вот это все... Некоторые нас не понимают, конечно, потому что пиво-то, пиво-пиво редкое. Но... Не-не-не-не, мы ни в коем случае там не хотим вас осуждать, ради бога. Просто... Я не понимаю, что лишнее... Мы хотим объяснить, чем одно отличается от другого. Давайте мы подумаем, может быть, мы выпустим что-нибудь аналогичное и навятич, я имею в виду, в интересующем вас разрезе. Привкус шикарный. У чего? Медовый вариант. А, Балтик это? Балтика медовая крепкая, Балтика медовая светлая была. Ну, понятно. Вообще очень вкусная была пиво-пиво. Дозвонились и пообщались. Подводим итог. Ну, итог простой. 20 секунд. Мы будем методично проводить ликбез населения Кировской области. Степ-бай-степ. Не отрывая, как сказать, руки от пульса постоянно. До тех пор, пока все население этой области не будет точно совершенно знать. Айнс, Вайндрай, немецкая технология, натуральный продукт. Как его делают, почему он такой. И как отличаются сорта. Мы в итоге доберемся до сортов. И вот этот вопрос про крепкое безалкогольное просто прекрасен. Мы тоже к нему вернемся. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Иветич». До встречи вас в следующий вторник в 13 часов. До свидания. Всем всего доброго.